привет я оля свекла арт и сегодня покажу вам на примере вот такого маленького скетчбука как я шью блокноты как я шью свои скетчбуки видео об этом уже было но сегодня я озвучу видео и покажу основные этапы шитья определившись форматом я всегда начинаю с нарезки листов листы нарезаю вот такими прямоугольниками которые впоследствии я складываю пополам и получаются вот такие разворотики после того как я сложила я их оставляю под прессом чтобы они у меня вот таким образом могли лежать друг с другом далее я при помощи нитки с иголкой сшиваю вот эти вот тетрадочки я не вкладываю одну в другую так получается гораздо аккуратнее и тетрадку сшиваю с тетрадкой далее я опять же складу все под пресс чтобы у меня это все хорошо отлежалась для корочки а также вырезала два прямоугольничка два квадратика с плотного картона и наклеила склеил их таким корешком так у меня готова заготовка для корочки и заготовка внутренний блок поработаю над корочкой вышла и вот такой ловец скетчей сострочила с кусочком льна и теперь я буду оклеивать свою корочку чтобы скетчбук получился еще более уютным я всегда корочки прослаиваю еще вот таким слоем флиса я беру белый флис нейтральный цвет чтобы он не просвечивал через ткань обвожу мою корочку и просто на клей момент для изготовления скетчбука я всегда использую резиновый клей момент на клей момент я эту корочку просто приклею кусочку флиса это будет первый слой флис можно не проутюживать он не будет виден по тканью а вот перед тем как приклеивать ткань конечно ее нужно хорошо подготовить то есть верхнюю эту обложечку с вышивкой или просто у вас ткань будет ее хорошенько отутюживаем я вырезала кусочек флиса примеряю подходит ли он обратите внимание не должно не должен флис выглядывать за обложку поскольку в отличие от верхнего слоя обложки флис у нас не загибаются просто приклеиваю стык в стык так скажем промазываю только обложку флис можно не промазывать и просто перекладываю плотно к ней с верхней обложкой нужно быть гораздо более аккуратным то есть я примерить должна таким образом сейчас чтобы уже наклеив обложку на флис уже никуда ее не сдвигать поэтому я примеряю далее я хорошенько ее отглаживаю уже потом начинаю приклеивать это самый ответственный момент клеить всегда начинаю с короткой части приклеиваю вот таким образом короткую часть и здесь я рекомендую после нанесения клея немножечко дать постоять ему тогда клеить будет легче и он прочнее сразу же схватиться с тканью ну а далее я просто загибаю тут ничего сложного нет если вдруг ткань плохо сгибается плохо держится можно воспользоваться зажимом таким же как я показывала при шитье блока схватывала канцелярский обычный зажим самая сложность будет когда мы будем делать закладывать уголки как это делается тоже покажу вторую сторону также точно делаем она мне сейчас ткань я брала запасом над ведь какая длинная поэтому отрежу лишнюю часть и точно таким же способом приклею и корочки изготавливая скетчбуки самостоятельно можно дополнять их разными элементами это тоже большой плюс я свои скетчбуки всегда снабжаю закладками это обычная ленточка которая приклеивается на моменте изготовления корочки то есть вот таким образом я ее просто приклею а далее когда внутренний блок уже будет помещен вот это место склейки его будет не видно также можно еще разные кармашки делать можно резиночки но так как мой скетчбук очень маленький резинка его стягивающий просто будет поверх я и вклеивать никуда пока у меня схватывается две стороны обложки я приклею мою закладку то есть вот так вот на клей момент просто ее прихвачу держаться на в любом случае будет потому что сверху еще будет приклеена внутренним блоком но и пора заняться уголками посмотрите как я это делаю ткань у меня довольно грубая поэтому для начала я сначала примеряюсь всяких клеев то есть я закладываю обратите внимание как я это делаю заложила примерно под углом 45 градусов и загнула получается довольно аккуратный угол пить и загибаю проглаживаю ткань чтобы она у меня легла чтобы когда я клей нанесу она именно по этим сгибом у меня хорошенько приклеилась и загибаем сначала делаю одну сторону уголочков затем также точно вторую по необходимости уже в процессе наношу клей либо немножечко попозже потому что проклеить сразу несколько словов слоев бывает проблематично можно оставлять запас ткани побольше ведь у меня совсем маленький пол сантиметра буквально но у меня была ограничена равномерка на которой вышивала поэтому получилось вот так лучше конечно когда ткань с запасом чтобы она уходила подальше в корочку промазываю клеем и уже у меня есть вот эти места загиба у меня ткань сейчас ляжет довольно легко если не сделать это предварительно вы замучаетесь клеем уже проворачивать эту операцию поэтому обязательно для начала просто загибаю ткань проглаживаю ее уже потом работаю с клеем во всех моих скетчбуках есть кусочек моего сердца и в прямом и переносном смысле этого слова поэтому на корочки я оставляю такой секретик мой автограф там всегда есть кому я дарю свои скетчбуки можете быть уверены что там есть тоже ну в общем то все корочка готова внутренний блок готов можно соединять эти две детали и класть под пресс я примеряю здесь тоже довольно ответственный момент который переделать не удастся поэтому нужно сделать это с первого раза ложка правильно примерить 7 раз один раз отрезать как говорится поэтому вот примеряю доставить что со всех сторон все прекрасно и приклеиваю сначала одну сторону скетчбука клея здесь я не жалею должен очень хорошо приклеиться и затем тоже делаю со второй частью ну в общем то вот и все на ваших глазах я создала скетчбук это занятие довольно трудоемкое но очень интересно и приятно тем более на выходе получается вот такой эксклюзивный и неповторимый единственный в своем роде экземпляр маленького уютного блокнота я очень люблю рисовать в таких альбомчиков в таких скетчбуках на моих видео вы можете это наблюдать я очень часто это делаю и в итоге получается такая акварельная заполнил надеюсь сегодняшнее видео оказалось вам полезным вдохновение вам и успешного творчества